Добрый день! Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. И время 15.05. В Москве, как всегда, будем обсуждать все, что происходит на финансовых рынках. Ну и вопрос такой глобальный, я бы сказал. А происходит ли там что-нибудь? И ответ. Да, конечно. Несмотря на то, что... Ну и дальше, двоеточие. И чуть позже я это все озвучу. Так, представляю гостей. Сегодня в сухом остатке. Иван Манаенко, директор аналитического департамента инновационной компании «Велес Капитал». Иван, добрый день. Добрый день. И с нами Анвар Гелезидинов, начальник отдела доверительного управления инновационной компании «РМГ». Анвар, день добрый. День добрый. Уважаемые слушатели, телефон студии. Телефон прямого эфира 6510-99,6. Код города 495. Сайт компании «Финам.ФМ». Все это вы можете использовать, чтобы дозвониться или дописаться до нас, задать свои вопросы. Ну или прокомментировать события, свою точку зрения, что называется. Так, и продолжая эфир, давайте начну я традиционно с того, что нарисую картину маслом, что происходит сейчас на финансовых рынках или как минимум к этому времени произошло. Ну, барабанная дробь, наверное, да? Продолжает расти американский рынок. Исторические максимумы. В общем, молодцы. Доу Джонс прибавил 0,4%. На полпроцента вырос S&P 500. И больше процента в плюсе NASDAQ. Прямо как спортивное соревнование какое-то. Я сейчас себя спортивным комментатором почувствовал. Дальше смотрим на Азию. Nikkei вырос скромненько на 0,1%. Также прибавил Shanghai Composite. Европа сегодня растет. FTSE 100 плюс 0,3%. Ну, а мы оригинальничаем по традиции. И в минусе уже. Символическом, правда. РТС снижается на 0,04. 0,8 теряет индекс ММВБ. Рубль. Вторую сессию как минимум укрепляется. Достаточно серьезно. 32,65 его текущая котировка на споте. И смотрим на сырье и на Forex. Нефть. Нефть. Роша. Нефть марки Brent. Почти 112 долларов за бочку. Light Sweet. 99 долларов стоит 1 баррель. Красота. Золото. Золото пытается все-таки закрепиться выше 1200 долларов за унцию. Сейчас очередной прокольчик. Ну, не знаю, устоит, не устоит. Все-таки это годовые минимумы. Может быть, я так, извините уж, порассуждаю вслух. Читается некая длинная позиция со стопом ниже 1180. Ну, это я сам с собой сейчас. Вполне может быть. Не обращайте. Ну, классический, да. Кровень поддержки. Круглый. Круглый тем более. Ну, это я сейчас не обращаю. Сам с собой. Дальше смотрим на Forex. Что тут происходит у нас? Да ничего практически не происходит. Евро-доллар 1.36.70. Доллар-иена 104.30. Закрепилось выше 104 фигуры. Ну, и тут движений особых нет. По крайней мере, сегодня. Смотрим на набор голубых фишек. Разно направлен. Скромно причем. Разно направлен. Выделяется сразу Аэрофлот. На 2% он сегодня растет. Ну, остальные плюс 0.2, минус 0.1. В общем, даже как-то грустно об этом и говорить. И не буду. Чего нам грустить? Новый год скоро, в конце концов. Итак, смотрите. Собственно, анонс, да? Наверное, нужно его произнести. По крайней мере, для тех, кто активно торгует. Сегодня укороченные торговые ссы. Ну, в общем, сегодня в преддверии католического Рождества. Сочельник традиционно. Да? И рынки будут сегодня... Ну, как минимум, они уже вяло-вяло торгуются. Я имею в виду зарубежные площадки. В большинстве случаев. Дальше. У американцев сегодня короткая торговая сессия. Завтра у них выходной. Вот. И, насколько я помню, в четверг они открываются тоже там как-то так. Пол силы. А там пятница. Все. А потом суббота, воскресенье. А потом уже о рынках. Хотя мы все-таки, наверное, мы уже работаем. Да? Это у нас понедельник, вторник. Это 30-31. Рабочие дни. Мы же будем еще говорить о рынке. Боже мой. Что только в эти дни о нем можем говорить. Ну, так вот. Собственно, никаких, я так к чему веду-то, особых, наверное, изменений-то не будет. И у нас с вами сегодня с этой точки зрения, наверное, нелегкая задача. Потому что, ну, текущую динамику, видимо, в какой-то паре фраз. Да? Паре фраз какой-то можно обрисовать. Хотя, может быть, вы иначе на это смотрите. Поэтому я, начнем мы сейчас, да, этот разговор. Я все-таки сосредоточен на том, что мы, если не возражаете, больше посмотрим в год следующий. Уже, ну, так, завершая, что называется, 13-й, а что там нас ожидает в 14-м. Вот таким образом. А, и тем не менее, да, Анвар, давай начнем с тебя. Собственно, что сейчас происходит. Ну, и, может, какие-то подведения итогов. Если ты думаешь вообще об итогах или еще рано все-таки. В понедельник уже следующий можно подводить итог. Да, конечно, об итогах уже нужно думать. Год, в принципе, был неплохим, да, как для западных рынков, а, в принципе, и для российского, да, многие поручили, что еще в первой половине года, что российский рынок пойдет ниже на тысячу пунктов, и даже были еще более апокалиптические прогнозы, да, но этого не произошло. Рынок стабильно выкупали где-то выше 33 рублей по доллар-рубль и где-то в районе 1300 пунктов. Мы уже не первый раз на этих уровнях находим поддержку, да, то есть мы видим, что подбирают и фишки, и дивидендные бумаги, и какие-то интересные идеи из второго эшелона. И, мне кажется, вот эта вот та площадка, которая нам будет обеспечивать рост в следующем году на комбинации многих факторов, о которых мы в том числе и в своих ресерчах писали, и мы ожидаем, что интерес к развивающимся рынкам вернется в следующем году, даже несмотря на какой-то вот такой новый начинающийся, скорее всего, тренд укрепляющегося доллара. Ага, ага. Возможно, продолжится ослабление рубля, вызванное вот нашими конъюнктурными факторами, замедлением текущей экономики, да, наверное, каких-то новых подвижков в валютных парах, вот. Но в целом, я думаю, что это не будет какие-то такие критические просадки большие. Ну, самое главное. То есть апокалипсиса не будет, обещанного некоторыми не будет, уже хорошо. Значит, попозже мы в деталях тогда, да, во всем этом постараемся разобраться. Иван, как ты смотришь на текущий рынок, ну и вообще на 13-й уходящий? Ну, на мой взгляд, какой-то был очень сложным, да, и в плане волатильности, да, конечно, не произошло какого-то худшего сценария, но многие, как бы, драйверы, которые закладывались в начале года, да, там, и смотрели на тех же металлургов, которые еще, там, в январе-феврале смотрели оптимистично, да, показали себя крайне-крайне негативно. Год заканчивался в том числе для них достаточно тяжело, да, на фоне, ну, как-то внезапно обнажившейся проблемой, да, и остальных был год сложный и для электроэнергетики, то есть, как бы, многие, ну, и вообще мы потеряли некую связь уже, наверное, там, с хорошей нефтью и, в общем, сразу... Связь с действительно, с реальностью, да, мне хотелось так тебя... Да-да-да, вот хорошая... В конец года, в общем-то, вышли достаточно, ну, так сказать, пессимистичные прогнозы по экономическому росту, которые, в общем-то, ну, наверное, не очень повлияли на бумаги, действительно, мы нашли некий серьезный уровень, да, там, поддержки на рынке, да, правда, пока было ощущение, что больше все-таки локальные покупки были на достаточно тонком рынке, да, но, тем не менее, экономические прогнозы, они, в общем, немножко дают пессимистичный взгляд на следующий год в плане приходов. Уходы каких-то больших денег, больших фондов, причин для этого, ну, так сказать, в России точно искать не приходится, да, возможно, да, как бы, там, будем смотреть с упоением на Европу, да, надеяться, да, на некое восстановление, как минимум, крупнейший экономик, да, и, в общем-то, выход из рецессии, там, более слабых стран Евросоюза. В целом, единственное, что можно сказать, да, год не оказался провальным и, наверное, ну, в определенной степени создает все-таки некий задел на следующий год и, в конце концов, сколько уже можно, да, быть хуже, там, тех же депозитов банковских. Поэтому в этом плане, ну, конечно... Сейчас тоже, говоря о банковских депозитах, тоже, значит, два раза надо перекреститься и сплюнуть, да, что из депозитов. В общем, тоже, да. Опять-таки, проблемы в банковском секторе, то есть тоже, в общем, они имеют место быть, но в целом, в целом, в принципе, это может быть неплохим началом года, а дальше... А дальше посмотрим, сейчас послушаем новости и потом продолжим эфир. Итак, друзья мои, продолжаем эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии Иван Манаенко, директор аналитического департамента инвестиционной компании «Велес Капитал» и Анвар Гелезиддинов, начальник отдела доверительного управления инвестиционной компании «РМГ». Напомню, телефон студии 6510996, код города 495, сайт компании финам.ФМ. Всем, уважаемые слушатели, можете присоединиться к нашему эфиру, позвонив, написав, задав свой вопрос. Ну что ж, более-менее понятно. В общем, основная идея, я так понимаю, вы, в принципе, созвучны, да, Вань, с Анваром? Основная идея, год был непростым, год был, ну, по крайней мере, не апокалипсичным, уже хорошо. А вот, опять-таки, мне показалось, что взгляд на следующий год у вас несколько разнится. И, если позволите, вот о чем давайте поговорим. Анвар, твое мнение, что в следующем году интерес к развивающимся рынкам может вновь возникнуть у глобального инвестора, и это в какой-то степени поддержит наш рынок, ну, или там отдельные какие-то его истории. Иван, насколько я понимаю, у тебя вот такого оптимистичного взгляда на следующий год не сформировалось пока, да? То есть, с какой стати сюда пойдут деньги, непонятно. Ну, сюда, на развивающиеся рынки в целом и в России в частности. Вот, если можно, об этом, да, мотивируйте, Анвар, да, мотивируйте позицию свою, аргументируйте ее. Ну, почему я так думаю? Это потому что, как мы видим, идет, в принципе, такая точка зрения, которую многие придерживаются, и я в нее тоже верю. Это то, что в основных развитых экономиках рост разгоняется потихонечку, то есть самые кризисные вот такие вот явления, они уже прошли. И особенно мы видим значительные такие улучшения в еврозоне, ощутимые, да, я бы не сказал, что значительные, но уже ощутимые. Ну, не рецессии уже. Уже не рецессии, да, этот рынок экспортный, торговый, который значительно ближе к России, чем те же Соединенные Штаты, да. Вот, и это будет в какой-то степени поддерживать российские компании, российскую экономику в следующем году. Также полагаю, что сырьевые товары будут себя лучше чувствовать в следующем году, после очень провального в целом по комплексу года в этом году. В первую очередь, наверное, это будут металлы, которые, многие из которых, вот говоря о промышленных металлах, устаканили на ценах себестоимости от производителей. Вот, и мы видим, что неплохо себя чувствует медь, да, которая вот в первую очередь реагирует на какие-то такие подъюжки в мировой экономике, на восстановление в Китае. Мы видим, что никель очень хорошо отстрелил в последнее время, ну, во многом благодаря бану на экспорт из Индонезии, да, который планируют ввести. И, я думаю, это же будет касаться в некоторой степени и агрокомодитис, вот, который сейчас на дне, но это будет зависеть от урожаев, да. Ну, и в целом, картинка в следующем году в комодитис, я думаю, будет лучше, чем в этом. Думаем, что будет продолжаться переток из-за облигаций в целом на разных, на всех рынках, как минимум в дивидендные акции. Это будет также поддерживать индексы. Ну, и многие другие факторы, наличие довольно дешевых рынков в сфере Emerging Markets будет поддерживать интерес к этому классу активов. Самое главное, да, это дешевые. Всегда ведь вопрос в цене. Совершенно верно. Ну, и то есть, еще, да, надо подчеркнуть твою точку зрения, что народ в поисках риска, я так понимаю, да, он будет перекладываться из облигаций, уже искать там, где что-то заработать, в том числе на развивающихся рынках. Да, скорее, я бы даже сказал, не в поисках риска, а в поисках доходности. Ну, это понятно, да. Иван, твоя точка зрения. Моя точка зрения заключается в том, что, как минимум, еще американские фондовые индексы, да, не исчерпали, во-первых, своего потенциала роста, да, мы сейчас столкнулись с достаточно благоприятным сценарием выхода из КУЕ. Мы видим, что достаточно неплохо себя чувствовали компании, мы еще не видели даже отчетности, да, по большому счету, годовой. На этом фоне, в принципе, ралли после некой коррекции в как бы мире может продолжиться. Выходить так рано в сырьевые страны, ну, мне кажется, так сказать, опрометчиво, да, потому что, ну, если мы берем отдельные сектора, тоже смотреть, да, там, российские, ну, то есть, надо же выходить в какие-то конкретные бумаги. Да, бумаги, да, металлурги, да, безусловно, мы там достигли, там, себестоимости, например, в том же, там, алюминии, да, неплохая структура по никелю, но, например, на рынке металлов, ну, достаточно еще долгое время может сходиться неопределенность, да, непонятно, как там будет себя чувствовать, там, экономика Китая, которой необходимо трансформироваться, да, там, переключаться на, там, внутреннее потребление, это тоже достаточно, может быть, словно болезненный процесс, да, сейчас у нас нефть на максимум. Вроде бы и расти-то уже, да, и расти некуда, и, в общем, но, тем не менее, есть возможность, там, как бы, полных санкций, снятия санкций с Ирана, да, что тоже может, так сказать, ударить по себестоимости нефти с точки зрения, там, нефтяных компаний. При этом, ну, переоценка, которая возможна, дисбаланс сейчас, вот, по нашим расчетам существует некое, там, возможно, даже перепроизводство нефти, какой-то изменение дисбаланса, его даже расчет, наверное, станет возможным не раньше, наверное, первого квартала 2014 года. Поэтому достаточно, ну, скажем, неоднородное, да, Россия неплохо себя чувствовала, допустим, с точки зрения, там, тоже стоимости национальной валюты, да, то есть на фоне остальных развивающихся стран мы достаточно были уверены. Но это абсолютно не знает, что будет точно так же и в следующем году такой момент. Поэтому, да, определенные подвижки есть, из того, что я вижу, да, уже отчасти, мне кажется, там, какие-то тенденции закладываются, там, в последних месяцах. Мы посмотрим на те бумаги, которые, да, хорошо себя чувствуют. Это, в первую очередь, наверное, такие наименее зависимые от сырьевых рынков сектора, да, мы видим, там, сохранение какого-то интереса к тем же, там, акциям МТС, да, там, магнита, несмотря на некий перегрев рынка, да, вот акции Яндекса. Ну, и плюс, конечно, дивидендные бумаги, там, частично, да, среди некоторых, в том числе, не знаю, компания Башнефть. Но, тем не менее, так сказать, такого единого потока, что вот будет расти все, я не вижу, да. Сейчас многие делают ставку, опять-таки, на банковский сектор, да, представленный именно ВТБ и Сбербанков в плане контекста того, что происходит. Вот, да, опять очередной некий передел рынка, в том числе, да, в связи с чистками банков. То есть, моменты определенные есть, да, но, скажем, я не думаю, что это все будет прямо вот с начала года. — Я понял. То есть, мысль такая, что если и будет интерес к российскому рынку, в частности, как к части развивающихся, да, то его не будут выкупать целиком, потому что вот он такой дешевый, вот он такой хороший, он такой перспективный, а будут какие-то точечки, да, точечные приложения. Согласен, Анар? — Да, я полностью согласен с Иваном в этом плане и думаю, что действительно в последнее время, вообще в последние два года очень сильно выросло значение стратегии стокпикинг, да, то есть, когда выбирается, не покупается не весь рынок по гребенке, голубые фишки там какие-то, все, что плохо лежит, да, и все, что мы раньше привыкли покупать, да, надеясь на общий рост рынка, а вот именно какие-то отдельные селективные бумаги, самые лучшие, самые качественные с точки зрения корпоративного управления, которые хорошо относятся к миноритариям и которые платят дивиденды, вот именно эти истории будут на коне в ближайшее время, будут продолжать находиться, да, и будут, наверное, стоить подороже, вот, если на рынке будут откаты, в них будет систематически появляться спрос, вот, ну, а голубые фишки, конечно, будут расти также очень селективно, я бы так сказал, наверное, по-прежнему будет нечего ловить в электроэнергетике, избирательно в металлургах будет какой-то спрос появляться, да, и избирательно в нефтянке. Ну, а вот основные идеи, я так понимаю, вот эта селекция, да, о которой ты говоришь, она куда будет направлена? В потребительский сектор, о котором Ваня заговорил, опять, дивидендные истории, да, выбор, выбор из чего? Ну, я бы так сказал, наверное, в принципе, в любом секторе можно найти свои интересные идеи, да, где-то больше, где-то меньше, да, ну, наименьшее их количество, наверное, как мне кажется, это в электроэнергетике сейчас, да, в остальных секторах они есть, машинки, я думаю, интересен, КАМАЗ, там, Солерс и ГАЗ, в потреб-секторе это Дикси, это Х5, как мне кажется, что в нефтянке, наверное, проще сказать, что неинтересно. Что неинтересно в нефтянке? Наверное, менее интересен Газпром, хотя это тоже большой вопрос, как только там начинаются разговоры о реформах, о повышении дивидендов или об увеличении экспорта, либо о приходе каких-то более-менее крупных имен на российский рынок, пусть даже хоть коротком конъюнктурном, да, тут же мы видим интерес в этой бумаге, вот, что еще, ну, они везде есть. Я понял, я понял, и еще, смотри, момент такой, собственно, ты о нем сегодня уже упомянул, что российский рынок, ну, в силу объективных каких-то обстоятельств сейчас очень, я так понимаю, страдает от отсутствия или недостатка ликвидности, недостатка ликвидности. Вот эта ликвидность появится именно с приходом иностранца, или мы какие-то внутренние ресурсы сможем найти? Ну, как мне кажется, все-таки, наверное, с приходом иностранца она появляется, а предпосылки для этого в последнее время действительно сложились, и мы не устаем повторять о том, что у нас вот эти вот преобразования, реформы, да, которых от нас постоянно ждут, да, от российского правительства, они все-таки идут, да, то есть мы видим, что практически завершена, как бы то ни было, да, пенсионная реформа, очень непопулярная, да, как мы видим, идут постоянно изменения в инфраструктурном плане, они очень позитивно сказываются. То есть пресловутый инфраструктурный климат меняется все-таки в лучшую сторону, на мой взгляд. Да, ну и посмотрите вот на последние новости, да, связанные с амнистией, да, это тоже очень позитивные моменты. Нехотя, но мы двигаемся вперед, это создает... Главное, что нехотя, нехотя. Иван, вот проблема ликвидности как решается? Только с приходом нерезидентов, на твой взгляд? Ну, я думаю, что да, потому что, судя по тому, что творится в брокерском бизнесе, да, какие-то внутренние ресурсы по-прежнему не задействованы, и сам этот рынок пока не получает толчка развития. Напротив, в общем-то, 4 года есть некое стагнирование, там, переток денег в западный инструмент, и, может быть, вообще с фондового рынка. Поэтому внутренние рисунки достаточно сложно сказать, да, что будет. Есть какие-то реформы, ну, сейчас там есть какие-то налоговые реформы, в том числе, и там, навладение бумагами, как-то привлечение длинных средств на этот рынок. Единственный момент, вот мы тоже немножко упомянули, это, может быть, переход банков от облигаций к акциям. Есть такой момент. Я понял. Давайте обсудим его после новостей. Итак, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Представлю еще раз гостей. Иван Манайенко, директор аналитического департамента традиционной компании «Велес Капитал» и Анвар Гелезидинов, начальник отдела доверительного управления традиционной компании «РМГ». Сегодня в студии сухого остатка. Мы обсуждаем все, что происходит сейчас, и все, что будет происходить после. Ну, я не настаиваю на каких-то прогнозах, но, по крайней мере, точки зрения сегодня мы озвучиваем. Телефон в студии 651099,6, код города 495, сайт компании «Финам.ФМ». Иван, продолжай, пожалуйста. Итак, мы заговорили о проблемах недостатка ликвидности на российском рынке, и что же может изменить эту ситуацию кардинально. Ну, как я думаю, все знают, в настоящий момент у банков сложилась некая проблема. При общей зависимости от средств, выделяемых в ЦБ, в том числе через механизм РИПО, банки уже не могут наращивать свою позицию по существующим инструментам, как минимум. То есть их использование в качестве обеспечения уже для них становится проблематичным. В то же время, в общем, если взглянуть на акции, их тоже, во-первых, можно использовать для этих целей. Во-вторых, ну, при текущем условии, ну, условии того, что все-таки там доходность там базовых инструментов будет расти, да, текущие спреды там по бумагам достаточно минимальны. Ну, и есть некий еще потенциал угрозы там ослабления рубля. Акции могут стать более интересным инструментом для банков там. И учитывая, что в портфелях сейчас немного, то некий переход именно банков, переток средств банков из аппликационного сегмента в акции, который, ну, достаточно интересный, как минимум там в долгой перспективе, там, ну, там, год-два, он тоже может произойти, это как один из неких ресурсов внутренних. Но в то же время я не думаю, что это будет быстрый процесс, потому что текущие позиции, текущие ликвидности, если какие-то новые там средства будут поступать, я думаю, что портфели будут наращиваться. Не значит, что банки сейчас в моменте сократят все свои облигации и пойдут в акции. Я понял. Хорошо. Хорошо. И еще, если позволите, Иван, мы обсуждали, когда в первой части нашей программы итоги этого года просвучала фраза от тебя такая, что Федрезерв как-то хорошо, да, или какой-то позитивный нашел выход из ситуации, имеется в виду из ситуации с программой количества смягчений. Вот в чем его позитив? Ну, в данном случае, что, ну, позитив первый был, да, что, наконец-то, внесена ясность, и что то, что это произошло достаточно плавно, при том, что ФРС обозначил достаточно конкретные условия для дальнейших шагов, и у него всегда есть возможность там пойти на попятную, да, или приостановить снижение. Но для рынков это, скажем так, наверное, там наиболее благоприятный, предсказуемый сценарий. С одной стороны, понятно, что там даже с текущими шагами и при там неизменном шаге, да, количество смягчений в течение целый год будет сворачиваться. Раз в месяц по 10 миллиардов, допустим, да? Нет, раз в месяц там не будет, да, потому что... Ну, на каждом заседании условно. На каждом заседании там получается как раз-то к концу года минимум мы сойдем на нет. К тому моменту, во-первых, рынки уже отчасти отреагировали, и по большому счету там, ну, уже частично это было заложено, там первые шаги, поэтому вот сейчас есть хорошая возможность переключиться, там, наверное, с количественного смещения, которое по большому счету, наверное, уже там последние полгода, но никак не влияло именно там на стане финансовых рынков, на какие-то там экономические стимулы, опять-таки, отчетность компаний. Здесь еще есть момент, что Федрезерфа пообещал все-таки, тем не менее, удерживать там ставки, да, на низком уровне. То есть рычагов достаточно много, и всегда, в принципе, при каком-то ухудшении можно там пойти по пятнам, там, сдержать, да, и это будет там дополнительным стимулом. Вот два заседания подряд не повысить, ну, рынки еще могут какое-то время держаться. Хотя как раз тут задача, наверное, Феда, вот переключить, да, внимание с количественного смещения на то, что вот произошел некий перезапуск, и, в общем-то, все достаточно оптимистично смотрят на Соединенные Штаты. Задача непростая все-таки, да, если говорить о том, что рынок, он очень нервно реагирует очень, да? Ну, я думаю, что вот эта нервность, она как раз и будет сглаживаться, да, сейчас есть некое понятие, как это будет. Эти нервы как раз уходят постепенно, влатильность может сохраниться, но, тем не менее, ну, как бы уже, в принципе, новые реалии, все будут к этому привыкать. Анна, согласен, да, мы уже в новую реалью когда-то переходим, и не так будем реагировать на разговоры по поводу сокращения программы коллег-смягчения. Да, я полностью согласен с Иваном. Единственное, что можно добавить, то, что даже вот это вот сокращение QE, это еще один показатель того, что американская экономика вся в отличном состоянии, да, сейчас чувствует. А расхождение между трендом, я не знаю, на фондовом рынке и реальным все-таки трендом в экономике, не смущает оно, нет? Меня бы не смущало, но меня вот чуть больше смущает динамика фондовых индексов и динамика рынка сырьевых товаров, которая вот сильно раскоррелировалась в последнее время, и вот это вот может быть такой, как это называется, техническим языком, если говорить дивергенцией такой, таким звоночком, который может немножко говорить о том, что фондовые рынки действительно сейчас перегреты, я имею в виду развитых стран по отношению к сырьевым товарам, которые больше завязаны на промпроизводство, на реальные спросы. То есть, если говорить в целом, да, по больнице, да, не только о Соединенных Штатах, то именно рынки комморитиса, которые являются глобальными, да, и там, где дефициты в одном месте, тут же восполняются там профиции, ну не тут же, да, но как бы как сообщающиеся сосуды, да, двигаются туда-сюда. Это более такой реальный показатель того, что сейчас происходит в экономике. А фондовые рынки, кстати, не являются такими сообщающимися сосудами, да? Они являются, но, как мы видим, в последние пару лет не всегда, да, то есть, есть большой перегрев на развитых рынках, есть, как бы, такой недогрев, так скажем, на развивающихся рынках, поэтому здесь, как бы, динамика коммунити более показательная, мне кажется. Но я бы не сказал, что сейчас там все катастрофически, там как-то дорого. Да, да, это показывает последние торговые сессии, вроде бы уже мы и говорили, да, 1800-1820, вот, тем не менее, нашлись силы и продолжаются. Это рост. Кстати, ну, наверное, сейчас это не очень актуально, но в преддверии Нового года мы, там, некоторое время назад, на прошлой неделе, на позапрошлой неделе, общались с вашими коллегами по поводу возможного предновогоднего ралли, ну, на российском рынке, как минимум. Я думаю, сейчас это уже не актуально, да, Иван? Ну, вот, я помню, мы были такие разговоры про минерали, да, там, вот как раз 50 пунктов, вот они примерно сейчас, может быть, до конца года реализуются. Плюс еще, ну, я думаю, там есть технические моменты, во-первых, будут что-то выдергивать бумажки, да, будет некая переоценка, потому что некоторые вещи и в залогах. То есть будут выдергивать под Новый год все же, да? Ну, я думаю, что уже потихонечку, да, уже этот процесс пошел, поэтому как раз и минерали, может быть, вполне. А при том, что, ну, есть ощущение, что с Нового года, в принципе, штаты могут продолжить, ну, не знаю, может кто-то заложится, да, там, под эти недели, которые там нас ожидают, но там даже меньше недели, имеется в виду, где мы будем там отсутствовать. Ну, по большому счету, в принципе, последние годы, как правило, мы там достаточно неплохо себя показывали. Под это дело тоже, я думаю, кто-то может остаться с позицией в целом, ну, и, наверное, ситуация для этого складывается. Я понял. Анвар, вернемся к валютному рынку, ну, собственно, и темы. Сегодня мы заявили локально, да, по поводу тенденций в рубле. И, тем не менее, начнем вот с чего. Твоя фраза, что тенденция на рост доллара, да, насколько я помню, в начале программы, произнес, на рост доллара наблюдается. Да, на следующий год. А чем, во-первых, она обусловлена, что доллар будет укрепляться, на твой взгляд, глобально, что называется? И, собственно, да, когда это все может произойти? Ну, обусловлена она, на мой взгляд, тем, что мы, наконец-то, увидели вот это вот сокращение, да, и объемов количественного смягчения, большей ясностью в этом направлении, да, то есть этот фактор, который, так, в какой-то степени будет поддерживать доллар, то есть ликвидности. Рынок понимает, что ликвидности будет поступать, хоть и немножко, но меньше, да, с течением времени. Вот. И, с другой стороны, отличное состояние в американской экономике по сравнению с европейской экономикой. Ведь евро-доллар – это основная торговая пара сейчас на рынке Форекс. И с точки зрения, как бы, экономического сопоставления в американской экономике сейчас явно мощнее и динамичнее развивается. Поэтому, как бы, это в следующем году, как мне кажется, будет выходить еще более на первый план. Вот. И если говорить применимо к рублю, то, наверное, это будет... То есть, если глобальные тенденции, то тогда можно говорить, что доллар будет укрепляться против всех, и уж тем более против валют развивающихся. Да. Ну, вот, если вы помните, первичная реакция вот на эти новости о сворачивании коэна, в принципе, была такой в валютных рынках, да, какой должна была быть, да. То есть, все валюты, основные торговые пары против доллара, они ослабли, да, в первые моменты торговли. Вот. А почему, кстати, потом все развернулось? Ну, это была первичная такая нервная реакция, да, на рынке потом. Как правило, идет постоянно какое-то переосмысление ситуации, да. Но, в принципе, да, мы видим, что евро-доллар находится примерно на тех же уровнях, да, что и было там после оглашения вот этих вот новых изменений. Вот. Поэтому отчасти это подтверждает, да, ту реакцию, что люди инстинктивно отреагировали так, как и должны были отреагировать на вот эти вот новые события. Я думаю, это будет потихонечку набирать силу в течение этого года, но реальное укрепление доллара, ускорение вот этого укрепления, я бы даже сказал, оно будет, как мне кажется, привязано к риторике ФРС относительно повышения процентных ставок. Даже в большей степени, чем КУЕ. Я здесь полностью согласен с Иваном, что, как бы, КУЕ вот этого темы, она уже, в принципе, исчерпала. Ну, это хорошо, конечно. Рынки с ней свыклись, да, и теперь люди будут ждать более таких внятных сигналов. Может быть, хоть как-то, да, снизится волатильность, потому что, ну, невозможно, естественно, торговать, да, когда все что-то ждут и потом разочаровываются. Иван, вот по поводу, действительно, укреплений доллара, ну, очевидный этот факт, мы увидим, когда уже начнется, если уж не сам факт повышения процентных ставок, то, опять-таки, как минимум намек на это. Если можно, по срокам, когда ты реально видишь, что Федрезерв может пойти на ужесточение монетарной политики? Ну, тут будет, наверное, зависеть много от инфляции, да, и ситуации на рынке труда. Ну, и не думаю, что это там, ну, по тому, что было озвучено, да, то есть это фактически чуть ли не конец, опять-таки, 2014 года. Возможно, если все будет хорошо, и мы увидим какие-то серьезные подвижки, там, по итогам и первого квартала, и по итогам года, да, то какие-то заявления начнут поступать уже, там, летом. Но это такой очень оптимистичный сценарий. Как я понял, что вот первая реакция как раз на рынке, ну, так сказать, начало тейпетинга, да, именно была связана с тем, что, в общем... Процесс пошел. Процесс пошел, но поскольку, как бы, была большая некая пауза, да, повисла в плане ставок и уверения ФРС, в общем-то, именно надежда на, там, разницу в ставках, при том, что Европейский банк вряд ли сейчас может себе позволить повысить ставку, да, она, как бы, нивелировала новость. Соответственно, ну, я думаю, что разговоры начнутся, там, ну, ближе к лету, не раньше. И то это только разговоры, потому что не факт, что закончится что-то, да, да, ну, то есть, как бы... Реальными подвижками. Потому что, да, все-таки, там, статистика выходит с неким определенным лагом, и даже если мы увидим, там, хороший конец года, начало первого квартала, все объективно, это будет понятно только ближе к лету. Ну, и потом вопрос с инфляцией все-таки, да, там, рынок труда действительно безработица стабилизируется, об эфирации пока еще в Штатах так особо не похоже, да, на рост цен. Хорошо, еще раз прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Напомню еще раз, в студии сегодня Иван Манаенко, директор аналитического департамента инвестиционной компании «Велес Капитал» и Анвар Глизидинов, начальник отдела доверительного управления инвестиционной компании «РМГ». Мы обсуждаем все, что происходит на финансовом рынке, ну и давайте более детально поговорим о рубле. Как минимум, последние несколько торговых сессий, ну, какие несколько, две, вчерашние до сегодняшние. Рубль достаточно агрессивно укрепляется, сейчас, напомню еще раз, 32,64, я смотрю сейчас график, 32,64, конец года, видимо, для этого есть причина, но общий глобальный, да, тренд выглядит несколько иначе все же, мне так кажется. Как ты считаешь, Анвар? Да, действительно, укрепление довольно значительное последние пару дней. Как мне кажется, это связано с налоговым периодом конца месяца и с напряженностью на межбанке, которая длится уже там пару месяцев, связанная с отзывом лицензий. И еще, наверное, есть такой фактор, как переток в какой-то степени денег с турецкого фондового рынка на российский. Мы видели, что Турция в последнее время была довольно слабая относительно России, хотя это одна из таких классических, так скажем, да, межрегиональных торговых пар Турции-Россия. И часто видели, что Турция была довольно-таки сильным рынком во время того, как Россия на торговых блоковике или падала, да. Вот, возможно, это с этим также связано. Но, скорее всего, это больше локальные факторы. Как мне кажется, это укрепление довольно временное, и в январе рубль снова будет ослабляться. Но я не думаю, что это будет значительное ослабление, и не думаю, что это будет быстрое ослабление. То есть, наверное, бояться этого не стоит. Я также не верю в курс валюты выше 34-35 рублей. То есть думаю, что это все маловероятно. Здесь будет ЦБ оборонять корзину. Да и, в принципе, условий особых, наверное, для этого не будет складываться в ближайшее время. Фундаментальных имеющих? Фундаментальных, да. Я понял. Я понял. Иван, ты как-то смотришь на рубль? Ну, из того, что сейчас происходит, я бы, наверное, добавил, что на этот месяц приходится, так уже не первый год, объем платежей внешних достаточно большой, и компании заблаговременно, в общем, аккумулировали валютную выручку, и просто в настоящий момент, прямо перед праздником, ну, фактически, да, возможно, часть платежей прошли, ушел некий временный спрос, и вот мы видели два дня такого, в общем, при изменении условий, скажем, внешних достаточно сильного. Укрепление рубля, да. Но я тоже, наверное, склонен считать, что отчасти это такой процесс временный, не совсем рыночный, да, некий дисбаланс сил. Общий тренд все-таки на ослабление рубля, он сохранится, да, и, в общем, там есть предпосылки, которых мы, в принципе, в передаче-то уже говорили. Единственное, что начало года, как бы, да, поскольку, скорее всего, бюджетные деньги, да, отчасти ослабят, там, давление стороны, может быть, межбанк, я думаю, какие-то улучшения все-таки будут, да, сейчас мы на максимумах, там, лимиты выбраны. Ну, это опять связано с концом года, да, в том числе? Да, 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 вот сейчас придут бюджетные деньги, рано или поздно не придут, и это принесет, так сказать, некое облегчение на межбанк, ослабит давление, опять-таки, на, так сказать, на доллар, да, по отношению к рублю. Однако, ну, мне больше, там, наиболее кажется вероятным повторением сценария в прошлом году, да, когда вот первые два месяца, да, было условное укрепление рубля, затем он, как бы, был немного отпущен в свободное плавание, да, в принципе, уже, мне кажется, в конце года Центральный банк подготовился к этому, да, пересмотрел опять. Ну, сейчас плавание более свободное, чем было годом раньше. Ну, да, ну, он уже подготовился к тому, что, как бы, рубль может, там, так сказать, ну, так сказать, подвернуться атаке, да, в плане того, что поднял коридор, да, тем не менее, выступал там продавцов по 200 миллионов, продавал, посмотрим, что будет, но мне кажется, что где-нибудь ближе к маю мы можем, там, найти выше 33-х вполне. Если это не произойдет раньше, но такая тенденция, тем не менее, сохраняется. Я понял. Анар, еще одна тема, Иван, давайте ее обсудим, осталось немножко времени у нас. Грядут Олимпийские игры, как известно, совсем немного времени осталось, даже уже, по-моему, по телевизору я видел отсчет традиционный, там, что-то 40 дней, там, сквозь чем-то. Все, все, уже как факт свершившийся. Вчера у меня бизнес-классы были представители гостиничного бизнеса, вот, прям, из первых уст рассказывали, как там все это дело уже готово, как ждет гостей, участников Олимпиады. Вопрос какой? Может это, ну, я не знаю, ожидание, преддверие, что-то еще, какой-то другой эпитет подобрать, расшевелить в начале следующего года российский рынок, прежде всего, фондовый, фондовый рынок? Думаю, что скорее нет, чем да, то есть, вот... Опять, потому что психологический такой фактор, знаешь, вот, какое-то событие в России, давайте, ребята, будем покупать акции российской компании. Думаю, что нет, скорее всего, не расшевелит, единственное, если там какие-то... Если бы на внешних рынках в это время будут происходить какие-то там не очень приятные вещи, наверное, наш рынок будет более немножко стабильным, да, но... Я не думаю, что это какой-то фактор в пользу покупки российских бумаг будет в феврале. В целом, согласен с Иваном, что в первом полугодии, да, рубль будет скорее ослабляться, чем укрепляться, да, то есть, мы можем увидеть уровни выше 33, да, ну, вопрос в январе ли это будет перед Олимпиадой, вот, или это будет после. Ну, опять вот, ты употребил, да, перед Олимпиадой, в связи с чем, что если будут какие-то фундаментальные предпосылки для его ослабления, все-таки регулятор будет вмешиваться, что не даст возможность до Олимпиады испортить настроение народа? Думаю, что да, думаю, что да, так же, как он это делает сейчас, то есть, провозглашая гибкий валютный курс, да, ЦБ, тем не менее, там, заходит постоянно с интервенциями, там, в 200, а то и в 400 миллионов, там, долларов ежедневно, вот, и, можно сказать... То есть, нерадивых спекулянтов все-таки удерживает он, так, в рамках? Да, и, можно сказать, в какой-то степени, там, валютным курсом в режиме вот такого ручного управления управляет, что, как бы, не очень правильно, наверное. Совсем, да, не совсем правильно. Иван, твоя точка зрения по поводу предолимпийского ралли, возможно оно, в принципе, и по каким причинам, если да? Нет, я думаю, что с фундаментальной точки зрения, именно, как раз, окончание подготовки к Олимпиаде, оно негативно для российской экономики, потому что это было отчасти драйвером во многих, так, рождало дополнительный спрос. То есть, если говорить о ралли, то это вот должно было, да, происходить? Да, оно, в общем-то, и поддерживало, скажем, просто на фоне, там, общего давления, оно не получилось, как ралли, да, но, тем не менее, поддерживало внутренний спрос. Я думаю, что какой-то позитивный сдвиг, может быть, после проведения Олимпиады, в плане того, что, действительно, мы ее хорошо проведем, покажем на уровне, что, там, деньги были потрачены не зря, да, опять-таки, что будет потом, то есть, с городом Сочи, да, после окончания этих игр, да, насколько сейчас, там, политические игры, да, пока не совсем в Россию, ну, в пользу России складываются, да, там, не в пользу климата. То, может быть, что-то поменяется, да, будут какие-то подвижки, это, может быть, повлияет в целом, да, на отношение к России, ну, действительно, это такая большая пиар-акция для всей страны, насколько удачно она пройдет, и, вот, не будет всплыть каких-то там негативных моментов, то, может быть, это в целом изменит, но я не думаю, что это будет моментное ралли. — Ну, по поводу пиара-акции, абсолютно с тобой согласен, но если уже это пиар-акция, надо, значит, следить за тем, чтобы, да, не попадали негативные никакие, да, никакая информация, уж если пиар... — Скорее всего, да, именно этот фактор и будет работать на ближайшие пару месяцев. — Я понял. И смотрите, у нас две минутки, буквально уже, ну, с прагматической точки зрения, я озвучивал, посмотрел на график в самом начале программы, если вы помните, я озвучивал то, что происходит сейчас на рынке золота, ну, опять-таки, да, на споте. — Вот этот уровень 1200, может он устоять, ну, и вообще, как ты смотришь на этот желтый, призренный металл, и, в принципе, да, кстати, на рынок драгоценных металлов, какую функцию они сейчас несут, или, может быть, от них отказаться, потому что всяких предсказателей полно, кто-то говорит уже, там, идем на 1100, а кто-то говорит, будем расти, как всегда. — Ну, думаю, что, наверное, направление действительно 1100 и, возможно, ниже, да, но 1200 — такой хороший уровень, наверное, от которого можно там, как ты говоришь, с коротким стопом попробовать сыграть, так что согласен с такой уровень. — Я понял. Ну, а стратегически ты на драгоценные металлы не смотришь сейчас, в принципе? — Ну, в целом нет. — Как защита от чего-то там? — Как защита, тем более, да. — Какой защиты там сейчас нет. — Как этот актив не очень нравится, да. — Иван? — Да, я согласен, наверное, как защиты нет. Еще недавно, в общем, мне нравилось золото, да, и, в частности, в рамках передачи я говорил, да, о возможном интересном уровне, да, но, как видим, мы его почти в уровень прошли, да, и уже ниже себестоимости, фактически, по многим ключевым производителям торгуемся, и там чисто технически, да, есть такой момент, что, в общем, еще чуть-чуть вниз, и там рынок сильно прорвет и стопы, и тысячу, может быть, и 900, да, в моменте. — Конечно, это золото будут скупать физических объемов, да, потому что для производителя это действительно неплохая цена, но, как бы, ЭТФ на него не вернулись, да, фонды не вернулись, и, в общем, более понятные инструменты для них сейчас актуальны, поэтому золото, так сказать, по попризам... — А более понятные — это как раз акции, прежде всего. — В том числе и акции, да. — В секторе металлов, наверное, стоило бы посмотреть на палладий, платину, более заточенные на авторынке такие, и палладий более дефицитный, да, ну, платиной, более дефицитный металл палладий сейчас, да, чем золото. — А серебро? — Серебро, но оно так же... — То есть техническая составляющая есть у него какая-то там? — Серебро сильно привязано к золоту, да, но здесь больше фокус на промпроизводство металла, то есть в меньшей степени он будет использоваться в качестве, да, как бы, золото-валютного резерва, в качестве драгоценности, больше промпромышленной, как бы, производстве. — Я понял. — Я думаю, что серебро, ну, так же не очень интересно, как и золото. — Я понял. Спасибо огромное, друзья мои. Иван Манаенко, Анвар Глезидинов сегодня были в студии «Сухого остатка», обсуждали мы текущую динамику совсем недолго до Нового года, но еще поторгуем. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Успехов на рынке.